Я всю жизнь вам говорю, ребятки, давайте все-таки жить дружно, и не только дружно, но еще и заботиться о собственном здоровье. Когда-нибудь, возможно, я сделаю материал про эту баню Купала. По одной простой причине. Если бы мы не занимались, если бы нас пар бы не прожаривал, мы бы не были бы такими крепкими пацанами. Представляете, да? Никто же Россию не сможет победить, да никогда в жизни. Ну да ладно, мы сегодня не про это, мы сегодня про шаровню. Шаровня располагается здесь, на третьем этаже. Улица Строителей, 15. Поднимайтесь спокойненько, и вот там уже вы тренируете свое зрение. Потому что я еще не видел, хотя наверняка видел тех людей, которые все-таки с очками делают. Но, как правило, люди, которые регулярно используют бильярды, а лучше русские бильярды, они не страдают заболеваниями зрения, потому что туда-сюда. И они все это дело видят. И для них это тоже очень хорошо, потому что они катают бильярды. Лучший русский бильярд здесь, в шаровне. Мы говорим про бильярд. Да, история бильярда, и это почти шахматы. И то, и другое требует ума, естественно, и возможности участия. Но давайте определимся с правилами игры. Есть Америка, где выкачивание бабок, по сути, это то, что доктор прописал. Они, конечно, делают это круче и больше, чем мы, однозначно. Но вот вам американский бильярд с большими лузами. А вот вам русский бильярд. В эти лузы попасть надо. А этим, по сути, заниматься надо в большей степени. Да и умение тут работает, как в шахматах. Да, господа, да, господа, бильярд. В свое время я в бильярд очень плохо резался. Сейчас расскажу время, когда это было. Это было 1984 год. Как раз мы ездили в Анапу. Там я научился играть в бильярд. После этого я приехал в Магнитогорск, и тогда вообще бильярда и не было. Но сегодня, сейчас есть бильярд. Конечно, мы можем сказать, почему вы сюда не приходите, я не знаю почему. То есть событие, в принципе, не такое уж дорогое. По сути, событие, да? Где вы можете спокойно отдохнуть? Третий этаж. Бильярдная. Баня называется Купала. Вы это прекрасно знаете. Я это прекрасно знаю. Чтобы сюда-то не зайти. Нормально? Нормально. И давайте все-таки объяснимся. То есть я не за все беру денежки. Уж поверьте мне. Я не за все беру денег. Не надо мне говорить, что я деньги зарабатываю. Нет, господа. Потому что я работаю для вас. Я хочу, чтобы вы сюда ходили. Потому что если это дело понравится, мы сделаем и материальчик. И вы даже будете говорить о том, что в этом материале вы сможете сами себя и увидеть. Да, наверное, мы это не сделаем в эфире. Потому что немножко денег стоит дорогих. Хотя небольшой такой материальчик можно и в эфир показать. Но остальное мы можем показать на ютубе. То есть давайте сделаем замечательный чемпионат города Магнитогорска по бильярду в интернете. Ну, красиво, а то. То есть и сложно, и красиво. А отдельные моменты вызывают уважение и удивление. Как такое возможно? Но делать красиво, а то. К слову, бильярд по сути для всех. Мне было 10 лет, я играл. Вы тоже можете. И девушки, естественно. И бабушки. И деды, собственно. Конечно, для таких столов места надо больше, чем для американского. Но и удовольствие тоже. И по сути, мест таких в городе немного. Хорошая тема, Шаровня. Потому что нет человека российского, который не любил бильярд. Ну, так на самом деле и есть. Еще Петр Первый привез в Советский Союз. Для России еще тогда был бильярд. И так он закрепился у нас. То есть будем говорить, что история бильярда это уже 300 лет. И больше даже. Да, по сути, так она и есть. Чем наш бильярд круче, чем у американка? Много. Она намного сложнее. Ужи, лузы, больше шары, вес шаров больше. Возможность играть как чужих, так и своих шаров. То есть там большой комплекс ударов, которые наносятся совсем по-другому, неже, чем в других видах бильярда. Я кое-что вижу. Вот за вашей спиной, да и вообще, здесь люди играют. И ни у одного человека очков я не вижу. То есть это и тренировка зрения в том числе? Безусловно, постоянно фокус глаз, близ же к себе, либо дальше тренируют глазное яблоко, тем самым, по сути, бильярдистов в очках не бывают. То есть мы будем говорить, что мы работаем и для здоровья. Потому что я еще раз говорю, у меня тоже проблемки возникают. Близко не вижу, а далеко вижу. То есть, ну понятно, да, по возрасту тоже самые проблемки возникают. Был бы идеальный вариант, если бы я все-таки отправился к вам. Может быть, я и могу и своего ребенка сюда пригласить? Да, конечно. У нас, безусловно, существует для детей школа русского бильярда, которая тренирует, в принципе, и детей, и взрослых. Индивидуальные занятия есть. Безусловно, мы готовы весь спектр услуг предлагать для любителей бильярда. Давайте все-таки определимся. Сколько стоит у вас спокойненько поиграть вечерочком? Ну, чтобы никаких тараканов не было. Чтобы человек пришел, расслабился, получил удовольствие. Давайте все-таки скажем, ребятки, ну зачем вы сидите дома? Зачем это вам нужно? Вот я не понимаю этого. У нас цены вообще от 100 рублей. То есть выходные с 12 до 5 мы предоставляем бильярд по 100 рублей. После 5 часов вечера 180 рублей. После 8 до 5 утра 200 рублей час стоит. То есть это не так много. Это совсем не много, если будем говорить честно. Да, конечно. Ну, а почему нет? Мы какие-то странные, так и есть. Да не все хорошо, и когда будет счастье, я не вижу. Но есть друзья, есть подруги, есть бильярд в конце концов. Хорошая тема решается здесь. Бильярд дает такую возможность, и ценники невысоки. 150-200 рублей за час. Все это легко растворяется в тех компьютерных примочках, где вы платите разве что за оружие или поездку на машине. Но удовольствие лучше и правильнее. Хотя бы потому, что вы думаете головой, они впудрены в игру по самые помидоры. Какой бильярд самый лучший? Ну, вам показали, да, что такое американка? Ну, что это такое? Шлеп-шлеп-шлеп, блин. Вот такие дырки. Просто так все и залетает. Не знаю для чего. Стол маленький, некрасивый. Попытайтесь в наш бильярд это сделать. Я не буду говорить, что у нас бильярдных много. Их не так уж и много. Один из лучших вариантов здесь. Находится на третьем этаже. Шаровня. Улица Строителей, 15. Вы спокойненько работаете, получаете удовольствие. И я не буду говорить, что это каких-то больших денег стоит. Абсолютно нет. 200 рублей. Ну, я вам сейчас просто объясню, да. Это даже не те 200 рублей, которые вы ребенку дадите. Он просто это дело, ну, очень быстро просадит. Поиграв 3-4 минутки. Здесь вы спокойно, грамотно разбираетесь и понимаете результат. Даже если результат будет не то, что вам необходимо, в любом случае, вы получите удовольствие для вашего зрения, что весьма немаловажно.